Всем привет! Сегодня у нас такое знаковое видео, которое было снято полтора года назад. Это был первый подкаст с Марком Гадына. Можно понять, сколько всего изменилось за это время, но на самом деле мы поговорили о насущных вещах, которые, думаю, будут полезны и сейчас. Всем приятного просмотра! С вами, как всегда, Рубим. Я родом из города Ульяновск. Мы говорим на стройке о стройке. Труд. А мастер тяжелый? У меня было намного проще. Ты не мастер, ты не мастер, ты не мастер. Все свободен, да? Да, дашь побольше денег. Ты мастер, да? Третий день мы убираем основателя строительной компании, он уходит на весь день. И потом все расходятся, короче, и основатель остается сам. Каждому человеку нужно обосраться. Чья это проблема? Чья зона ответственности это? Электрики. Пацан сказал, пацан сделал. Как ты мог это написать? Я всех просто троллил. Все мы люди. Долго можем про это говорить. 21.02. Примерно 3 часа мы готовили это все дело. И мы начинаем наш подкаст «Люди. Дело». Это подкаст от тех, кто занимается любимым делом и готов о нем рассказать. Здесь мы строим разговор больше, чем про стройку. Написали буквально минут 10 назад. Марк, привет. Привет, Руим. Это наш первый подкаст, и ты у нас первый гость. Поэтому, наверное, немножко расскажи о себе. Меня зовут Марк. Компания МСГРУ. Это строительная компания, которая занимается строительством домов. Мы занимаемся отделкой домов. Путь я начал свой в 2007 году. Мне было 17 лет. Я первый раз попал на квартиру, где стелил ламинат. За день до этого я подхожу к своему отцу, говорю, папа, я хочу пойти с девушкой в кино. Мне надо денег. Он говорит, я тебе сегодня дам последние деньги, завтра я уже закину удочку, и ты будешь ловить рыбу. На следующий день я пришел на объект, два мужика стелили ламинат. Он говорит, вот смотри, завтра у тебя уже будет новый объект. Прихожу на следующий день на объект, мне, то есть 16 лет, и заказчик на меня смотрит вот с такими глазами, говорит, ты мне постелишь вообще ламинат? Я говорю, да. Если вы сомневаетесь, вот вам, там 6 или 7 тысяч рублей ему дал, сколько стоит его ламинат. Если я испорчу, деньги останутся у вас, купите просто себе новый. Таким образом, я оказался в стройке, и два года я работал на отца в его компании, получал 20% со сметы в течение двух лет. Я говорю, пап, ну, каждые полгода я к нему подхожу, может быть, ты мне все-таки дашь побольше денег? Ты не мастер, ты не мастер, ты не мастер. А работаешь сам? Да, работаю сам. ДСП, знаешь, листы, они огромные. Мы их тягаем на 16 этаж, потому что они в лифт не помещались. То есть было много интересного. Через два года я подошел к нему в очередной раз, и он говорит, все, иди в свободное плавание. Я родом из города Ульяновск, и отдал объявление в газету. То есть он тебя просто выгнал, ты работал-работал, а потом, короче, он тебе не повышал зарплату, он просто стал, все, свободен, да? Ты научился, ты мастер, да? Все, нормально. И он говорит, ну, типа, я заработал на тебе 80% за два года, мне нормально. Я говорю, пап, спасибо. Позже я понял, то есть он это делал для того, чтобы я понимал, насколько труд мастера тяжелый. И второе, что я понял, ты действительно, чтобы стать мастером, должен очень много времени нарабатывать свой профессионализм. И через два года я даю объявление в Мозаику, это газета, в Ульяновске была, ремонт и устройство полов. И начались уже мои заказы, где я получал уже 100%. Мы объединились тогда с другом, плюс у меня была бригада вторая. Я работал в первой бригаде с другом, и была вторая бригада из двух людей. И занимался стяжкой, наливными полами, деревянными полами, то есть все, что связано с полом. Тогда я начал смотреть YouTube, тогда это был Гришнов, сантехник, и Земсков. Ну, и Земсков мне понравился тем, что он делает квартиры, а я только на полах. Я вот долго переживал и не мог подойти к этому, что делать полностью под ключ квартиры. В итоге звоню отцу, говорю, пап, я смогу? Как ты думаешь? Он говорит, конечно, сможешь. И я взял первую квартиру. В 2012 году я познакомился с женой, это было в Самаре наше знакомство, и уехал в Москву. С 2012 по 2014 год я занимался ремонтом квартиры, сделал за два года две квартиры. В 2014 году с помощью сайта YouDo, знаешь, наверное, да? Да. Я взял оттуда 36 заказов. Но это не полностью квартира, где-то фартук, где-то санузел, где-то балконы. И в 2014 году мы познакомились со Стасом, с моим братом. И поэтому, собственно, мы... Познакомился ты в 2014 году со своим братом? Это удивительно. Not fact, да? Not fact. Почему? Потому что у меня бабушка умерла, и мы узнали на похоронах моей бабушки, что мы братья. Наши, оказывается, бабы... Прямо Санта-Барбара. Да. Наши бабушки двоюродные были сестры. Все. Мы в Ульяновске дружили, а в Москве узнали, что мы братья. И MS Group, это Марк, М, С, это Стас. Поэтому MS Group. До 2018 года мы делали квартиры как руководители проектов, как прорабы. В 2016 году вроде или в 2015 первого мастера взяли. То есть мы задали себе вопрос, слушай, опять привезли Ротбанда, там, две тонны и блоков тонну. Зачем нам поднимать? Давай на Авито дадим объявление. Мы дали объявление на Авито. И приехал тогда Эдуард Армянин, который нам это все поднял. И мы такие, а так можно было? А давай штукатуры найдем. А давай этого найдем. Но с мастерами была беда, мы их два года перебирали. Ну, сам понимаешь, что это такое? Как найти мастера первого? Ты, кстати, как первого своего мастера нашел? У меня было проще. У меня было намного проще. И я просто пришел сразу к... Я пришел к подсобникам, во-первых, работать. Ну, я столько много не работал, как ты. Я работал два месяца, но я работал вообще бесплатно, не за 20%. Потом мы просто работали с моим другом как бы сразу. И мы очень долгое время были напарниками. И я сразу же... Ну, у меня просто было. То есть я всегда работал 3, 5, 6 человек. И вот так постоянно нас было много. Поэтому у меня нет такого, что я какого-то самого первого нашел. Самый первый был, это был наш подсобник, мой друг Дэн. Он был на три года старше нас. Тогда мы думали, что это малолетка. И он как бы с нами тусил. Но хотя он был здоровее, нас обоих в двоих вместе взятых. Но в целом все нормально. То есть вот так это был наш первый подсобник. Но это друзья и знакомые. Это друзья и знакомые. То есть мы левых вообще никого не брали долгое время. И даже сейчас, ну, сейчас уже другая, конечно, история. Но типа со мной до долго, да. То есть до долго были люди только из окружения. То есть мы, в принципе, там, ну, только из окружения. То есть я никогда не искал кого-то на Авито. Особенно, ну, в себе, в работниках. Ну, так повезло. У меня путь такой, что до 18-го года я был как руководитель проекта. На сегодняшний день, да. То есть раньше мы были прорабами. Это сейчас мы придумали руководитель проекта. Вместо чернового материал у нас общестроительный. Вместо финишного, ой, вместо чистового у нас финишный. И так далее и тому подобное. Ты в любом случае... Откуда это все пошло? Почему так пошло? Как ты думаешь? Это пошло... Лично у меня, что касается руководителя проекта, это я поехал в Сочи, когда я был на Академии, 101 групп. Мне понравилось то, что ты можешь заменить лишь слово и уже измениться среди массы. Вот это мне понравилось. И потом я начал думать по поводу всех своих терминов, которые внутри моей компании есть. И начал их уже сам менять внутри со своими партнерами. К примеру, есть работы, а есть услуги. Я почитал просто определение работы, услуг. И понял, что мы делаем услуги, мы предоставляем услуги, а не делаем работы. И таких терминов очень много было в лексиконе, которые на самом деле, если читать определение, они не обозначают то, что мы делаем. Я начал просто изучать банально слова, о чем мы говорим. И на самом деле оказалось, что очень много слов, которые мы употребляли, они вообще не относятся к нашей сфере деятельности, что мы делаем конкретно. И когда ты называешь, к примеру, прораба руководителем проекта, это абсолютно другой уровень, потому что это со стороны заказчика индивидуальный подход, и он понимает, что руководитель проекта это не только прораб, то есть профессиональный рабочий, который контролирует только работы, а это тот человек, который коммуницирует со всеми контрагентами по объекту, который полностью предоставляет интересы заказчика. У тебя был этап в жизни, когда ты работал без смет? Нет. А у меня был. То есть у меня был этап, когда ты приходишь и просто говоришь, ну мы вот это сделаем, мы что-то там посовещались 5 минут, короче, и типа вот это будет стоить столько. Ну то есть вот у меня был такой этап в жизни. И мы так работали. Мы знаем, что квадрат столько стоит. И как бы, ну вот, просто даже погонные метры, короче, это было, ну, такое. То есть, и ты, короче, просто говоришь, ну, будет вам стоить? И всегда же все, а сколько будет стоить? И ты, я, ну, я, я выдавал людям стоимость до начала работы. То есть, ну, всегда говорил, короче, вот будет стоить вот столько. Там, ну, грубо говоря. И все. И дальше ты уже пацан сказал, пацан сделал. Все. И мы так работали, ну, два года где-то примерно. А потом я решил сделать смету. А поскольку я двоечник конченый, короче, я стал писать, редактировать, но я писал, ну, грубо говоря, там с ошибками, там что-то еще, но я стал вдумываться в каждое слово. И как только я стал писать, я стал вообще совершенно по-другому видеть процесс. И мы старались зарабатывать x2. Просто я тогда был охренел просто. Я долго, я в долгое время говорю, блин, сметы обожаю просто. Ну, то есть, я, ты просто можешь писать, по сути, в бумагу то, что ты забыл сказать клиенту. Ты же никогда, когда прихожешь, ты никогда, ну, то есть, ну, как бы такие клиенты у нас были. Вот. И, то есть, я стал писать, и для меня это было просто сразу x2. То есть, я понял, что вот обязательно нужно. Там я до сих пор, то есть, мы заморачиваемся, у меня в компании мы жутко заморачиваемся над каждым названием, короче, процесса. То есть, прям вообще, я, 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 я беру синонимы, короче, к слову, смотрю все синонимы, прикинь, вот так выбираю, короче, ну, как, ну, как обозвать, то есть, что я делаю. То есть, я, я смотрю эти все синонимы. Вот, как-то так. Пойдем дальше. Ну, смотри, по поводу дальше. То есть, был восемнадцатый год, мы взяли первого руководителя проектов внутри своей команды, MS Group, и начали развивать уже немаленькую, так сказать, организацию, где есть я и Стас, и там, я не знаю, три-четыре объекта. Мы хотели что-то больше. И на сегодняшний день, если брать, это четыре руководителя проекта, и каждый ведет максимум пять объектов одновременно. Ну, каждый руководитель проекта. Что касается вообще организации строительного бизнеса, если говорить про обучение, про курс. Люди просто не в курсе, многие в курсе, что многие думают, что Марк, он, короче, просто курсы делает. Такая история. Так вот, Марк рассказывает о том, что он на самом деле делает ремонт. А как пришли курсы? Хорошо. Пандемия? Сколько ты сделал уже? Денег? Не денег, сколько ты, короче, раз продал, грубо говоря, курс, ты сколько ты провел обучений? Ну, прошло, если брать сумму людей, то, я думаю, 600 человек. 600 человек? Да. С каждым я увиделся, кто был на каком-то из курсов. Либо это по организации строительного бизнеса, либо это по приложению 101, либо это, я его называю, наверное, не консалтинг, это очень сильно сказано, это взгляд со стороны моей, но другую строительную компанию и разбор ошибок, которые они допускают. Да, секундочку, это консультация какая-то, я просто даже не знал. То есть, есть еще консультация? Да, это консультация. Вот еще даже я не знал про это. Бывает еще трехдневный комбо, я его назову, как в Макдаке. Я понял. В первый день у тебя организация строительного бизнеса, потом у тебя обучение по финансовому учету компания и третий разбор полностью компания. В третий день мы убираем основателя строительной компании, он уходит на весь день. И мы с командой с его сидим и делаем такую структуру, где основатель не будет ничего делать внутри компании. И потом все расходятся, короче, основатель остается сам. Нет. Нет. И даем еще задание основателю на две недели отключить телефон. И в течение двух недель от компании должна работать. Либо он ищет, короче, себе работу на авито. Либо он просто, да. Продолжает в авиарежиме находиться всю свою жизнь. Ну, понятно. Помнишь, Генри Форд что сделал? Да, вывез всех своих топ-менеджеров, и у кого короче все осталось работать, короче, тех, он похвалил, у кого развалилось, плохой, короче, значит, руководитель. Как пришел к этому, отвечая на твой вопрос, была пандемия, мы две недели дома сидели. Может быть, помнишь, когда первая была пандемия. Да. Но мы строители, мы не сидим. Ну, мы не сидим, да. Но лично... У меня был такой объект, что я, короче, мне вообще... Я вообще не заметил пандемию. Я как будто бы ее не было. Многие вообще взлетели, x2, во время пандемии. Ну, меньше пробок, во всяком случае, в Москве. Да, да, да. У тебя все более как-то быстро происходит. Мы же все понимаем, что время дороже денег. Как пришел? А вот эти две недели, я подумал, чем мне заниматься две недели, потому что лично я в эти две недели дома сидел. А у меня всегда поступают какие-то вопросы. Марк, как найти мастера, как найти клиента? Марка, расскажи мне про налогово-юридические вопросы, расскажи про структуру и т.д. и т.п. Я подумал записать онлайн-курс и ответить людям на все вопросы, которые они мне задают. Я это сделал. Я просто с камерой вышел в лес, потом на балкон, потом в зале посидел и записал этот мини-курс. И выложил его в инстаграм и начал его продавать. В живую, как начал, я просто собрал людей бесплатно. 36 человек пришло бесплатно в помещение и рассказал им с утра до вечера все, что я знаю. Я никого не учу, я именно поделился своим мнением, как это сделал я. Важно, важно, да, понимать, что. Вообще, чтобы понимали, да, наши зрители, я как немного, но достаточно курсов купил разных, по разным темам. Вот так вот, панацеи не бывает. То есть в курсе всегда это мнение автора. Ну, то есть рассказ о том, как он видит эту картину мира, то есть как там что-то еще. Не бывает такого, что вы покупаете курс и у вас, короче... То, что ты смотришь курсы, там все, что тебе рассказывают, не факт, что ты это все применяешь. И не факт, что тебя все устраивает там. Да. Я полностью с этим согласен, что любой курс это, ну да, посмотрели. Мы должны читать между строк, даже в диалоге с людьми. Самое сильное, что я приобрел для себя, это только общение. То есть книги мне и фильмы столько не дали, сколько общения с сильными людьми, в том числе с тобой. Если строительную сферу брать, это 101, это Коделов отчасти, это другие компании, там Бау Кастом, Форс Монтаж и т.д. и т.п. То есть ты общаешься со всеми, и никто тебе не даст панацею. Ты читаешь между строк. У всех вообще вот я вот с многими общаюсь, у всех вообще. То есть казалось бы, мы занимаемся одним и тем же дело. Процессы у нас в принципе, сами технологические, они ну одинаковые. То есть мы можем их менять, хотя даже там меняют. Но что касается, короче, вот управления стройкой, да, грубо говоря, у всех настолько по-разному, что просто я, я вот сейчас сильно вникаю в то, что мы там делаем, и каждый же думает, что он лучше всех строит, там, ну, грубо говоря, свою какую-то что. Особенно мне нравятся последние годы, вот последние года два. Спасибо, кстати, 101, это вот они, наверное, первые, кто, короче, поняли, вот Бау Кастом, 101, Форс, ну, это одно и то же было когда-то. Вот, то есть эти ребята, они, короче, лично мне, то есть они сказали, типа, а я подумала, что я, почему, что, почему это у меня там просто какая-то бригада, что это, а что это вам бригада? Мы не бригада, мы сейчас за поезд, ткнем тут полмосквы, вот, как бы, и как бы пошли. Поэтому мне очень нравится, что сейчас ребята стали делать компаниями, и надеюсь, что через 10 лет будет просто прям вообще, то есть, что что-то очень интересное. Вот это очень интересно, потому что люди идут, ну, там, у многих инстаграм является таком лидогенерация жестких, и у нас одни и те же клиенты. Ну, то есть, помню, что тебе скидывают, а я его знаю, мне уже писал. Да. Вот такая тема, да, это вот, это очень интересно, очень интересное время, я считаю. Просто потому, что когда мы начинали, такого не было, ну, то есть вообще, ну, то есть от слова совсем, ты просто не понимал, что за углом происходит, а сейчас ты видишь, вообще кайф. Какой у тебя главный инструмент или инсайт, который ты взял и превратился в компанию именно? Я понял, что я это делаю. Ты понимаешь, какая история? Мне люди рассказывают, я приехал на Академию, я расскажу, как у меня было. Я приехал на Академию, и, короче, я понимаю, что я минут, наверное, 50 просто не затыкаюсь. Меня все слушают, я думаю, блин, я приехал учиться или что? И я начинаю рассказывать, то есть я рассказываю, рассказываю, тут бах, они что-то еще говорят, то есть, а я еще опоздал, я приехал на второй день или на третий, то есть я не слышал, вот эти, начало это все, короче, истории, я не услышал. И я такой, короче, думаю, я такой, я такой понимаю. Причем прикол, знаешь, в чем? У меня, типа, я бригада, типа, там фиг пойми чего, короче, я приезжаю на Академию, то есть у меня, типа, бригада, я приезжаю на Академию, со мной, вдумайся, чувак, который делает техкарты, ну, то есть со мной, вот, чувак, который делает техкарты, нанятый, и со мной монтажер, оператор стук, а я бригада. Я думаю, они, типа, ну, типа, камон, у меня там, типа, ну, понимаешь, да, то есть все есть, а я, типа, бригада. Какая я нахер бригада? Я уже давно не бригада, то есть то у меня, короче, объекты там, люди, то у меня какие-то там, я не называл их даже РП. Знаешь, как я думал? Я, короче, ну, это у меня, у меня, почему я ввел вот эту штуку сразу, то есть, грубо говоря, не руководитель направления, а главный по направлению, да, мы его назвали. То есть, потому что у меня были такие главные по направлению. Знаешь, вот этот чувак занимается картоном, этот занимается электрика, этот сантехника. То есть, они, в принципе, у меня уже были, да, руководители направлений, да, я сразу у себя первое, что ввел, не РПшников, а руководителей направления. Потом только я сделал, короче, Грубо говоря, руководитель проекта одна история, руководитель направления совершенно другая. Абсолютно другие должностные инструкции, абсолютно другое мышление, абсолютно другой набор инструментов у этого человека. Они даже мыслят по-разному. Вот. И проблема в том, что как раз таки вокруг меня собрались именно руководители направлений, и не менеджеры, это просто жопа. То есть мы до сих пор это не можем вылечить. То есть реально это для нас была боль. Поэтому я просто, мне просто перещелкнуло. Просто тупо, я просто посмотрел, я думаю, блин, камон. Вот так. У меня органически произошло прям вообще. Поэтому я всем говорю, если вы работаете вдвоем, вы уже компания. Все, короче. Ты сам работаешь на по-любому компания. Дальше уже все пошло. Моржа, не моржа, то все вот это все. Но это мы сейчас долго можем про это говорить. Вот. Поэтому у меня было вот именно так. То есть я бах, и я просто понял. Я приехал, всех собрал. Говорю, короче, ребят, мы строим компанию. Кому не нравится, дверь там. Вот. И все. И как бы, ну, я думал, уйдет половина ни хера вообще никто не ушел. Вот. Так афига. И подошел у нас уже что-то было. У нас уже была иерархия. Вот. Я, кстати, за иерархию, а ты. Да? Ну, то есть история, когда все равны, но такое себе. Ну, у нас все-таки есть, например, два основателя, руководители проекта и мастера. Вот наша иерархия. И есть еще допы. То есть у тебя там может ассистент быть, я не знаю, оператор, маркетолог. Но это уже другая немного линия. То есть отдельно. А если про стройку брать, то это, ну, на сегодняшний день треугольник. Есть же еще вот эта круглая. Помнишь, ребята позиционировали? Холократия. Да. У меня такого нет. У меня тоже. Я просто понял, что она несовместима. Вообще холократия несовместима с... В определенном слое, к сожалению, в котором я нахожусь точно. То есть, грубо говоря, холократия возможна только с людьми, которые уже независимы. Холократия возможна с людьми с одинаковыми ценностями, с одинаковым финансовым положением, с одинаковыми статусами и с одинаковыми идеями. То есть, грубо говоря, вот тогда, возможно, холократия. То есть, когда эти все вот штуки соблюдены, а, к сожалению, у нас, ну, слишком большие разные ценности у людей. Абсолютно разные. Вот даже у меня, среди моего окружения, у пацанов разные ценности. Какая может быть нахер холократия? Ну, то есть, он просто не поймет ответственности, как бы, ну, и все. И у тебя все развалится. Ну, на мой взгляд, сейчас так думаю. Ну, я понял. Но у меня, опять же, все-таки свобода действий у руководителя проектов, она не маленькая. Я дал полную свободу действий. Они у меня все делают. От а до я. Я имею в виду, нету каких-то рамок определенных, очень жестких. Они есть, но они не очень жесткие. Понимаешь, да? То есть, там выбор того же материала. Ну, смотри, у меня, допустим, руководитель проекта, у него не должно быть комплекта инструмента. Не должно быть, да. А у руководителя направления обязан быть инструмент. А у мастера огромными инструкциями. То есть, ну, и все маслины. То есть, вот смотри, у меня более того, у меня есть еще, ну, сейчас многие могут смеяться, у меня еще есть ментор, у меня еще много разных статусов есть в компании. Так вот, сейчас немножко не об этом. Получается следующее, что руководитель направления, более того, мастер не может быть мастером, если у него нет инструмента на 100 тысяч рублей. И он не может сделать отчет. То есть, если он не может сделать работы из прайса, и я ушел, кстати, от универсалов к узким специалистам, однозначно. То есть, мы сейчас работаем с узкими специалистами. Максимум, что сантехник может быть электриком. То есть, ну, потому что это плюс-минус в определенных местах одинаковая штука. Вот. Так вот, и получается история такая. Руководитель направления, то есть, руководитель направления, он обязательно должен разбираться в процессе, он обязательно должен хорошо понимать. То есть, грубо говоря, вот если он гипсокартон делает, он делает гипсокартон, он должен уметь посчитать, он должен уметь заказать материал, он должен сделать все остальное. Руководитель проекта Это человек Который очень хорошо умеет Общаться с людьми Это человек, который Он однозначно должен разбираться в процессах Однозначно В том сегменте, где мы работаем Не может человек не понимать в процессе В принципе Все вышли из мастеров Кто сейчас с нами работает И это тоже проблема Но не его задача Покупать инструмент То есть он не обеспечивает инструментом, обеспечивает инструментом именно руководитель направления. Такая история. А он, у него другие инструменты, у него инструмент макбук, у него инструмент, то есть, ну, грубо говоря, диаграмма Ганта и прочее, прочее. То есть вот здесь он должен качать свою экспертность, и экспертность качать в переговорах. У меня, именно у РПшника задача брать деньги у клиента. Я деньги в руки не беру. Это берет РП. Вот, ну, то есть руководитель проекта у тебя – это коммуникация с заказчиком или дизайнером и архитектором? Это… Это общение со всеми руководителями направлений, то есть поддерживание обязательно экологических отношений, потому что они не могут на себя тянуть одеяло сантехники, когда, короче, там, грубо говоря, штукатурят стены, или там обычная стандартная история, маляры работают вместе, и плиточники, да. И то есть у одного руководителя направления есть, да, то есть вот есть у бригады плиточников, да, есть из них кто-то один руководитель. Всегда так, всегда бывает. Это уже мы про деление маржи сейчас поговорим, но мы не будем про это говорить. Вот. То есть у картонщиков, да, грубо говоря, или у маляров, да, у них свой руководитель направления. Получается, вот эти два руководителя направления, задача РПшника сделать так, чтобы они были довольны нормальными. И у каждого руководителя направления стоит должностной инструкции заботиться о других руководителях направлений. То есть, ну, грубо говоря, это не задача мастера. Задача мастера вообще работать. То есть задача мастера, она гораздо проще. То есть она проще. Причем еще есть мастер-ментор, а есть просто мастер. Это вообще-то два разных типа мастеров. Они оба имеют право на жизнь. Ну, это целая философия. Если честно. А руководитель направления работает руками? Руководитель направления имеет право работать руками. РП не имеет. Ну, то есть руководитель направления, он имеет право работать руками, но, как правило, он просто переходит в статус ментора. И он работает, возможно, два дня из в неделю. У него три объекта или четыре. У него работает куча мастеров, вот, работает вместе с ним. Здесь очень хитрая система мотивации деления себестоимости, потому что это очень важно. То есть, потому что есть маржа, как мы все понимаем, если мы говорим именно об инстанции строительного бизнеса, да, то есть, ну, как-то вот, стройка. То есть есть маржа компаний, а есть себестоимость. Так вот, с себестоимостью всегда большие проблемы. Вот, то есть, соответственно, руководитель проектов, естественно, кушает с маржи компаний, естественно, он вообще ничего не кушает с мастеров, по факту. А РП, руководитель направления, он кушает и оттуда, и оттуда. И в зависимости от того, какой это человек, доли меняются, в зависимости от того, что он делает. То есть, абсолютно супер прозрачная система. То есть, я пришел к тому, что система должна быть максимально прозрачной, вот максимально прозрачной, даже для подсобника, даже для человека на испытательном сроке. Более того, у меня есть статус испытательный срок. Статус испытательный срок считается, на мой взгляд, одним из самых интересных статусов, потому что на испытательном сроке человек имеет право делать все. Если ты к нам пришел подсобником, у тебя есть вот такая маленькая должностная инструкция. Все, если ты к нам пришел учеником, у тебя больше должностная инструкция. Мы тебя учим. То есть, если ты в статусе ученик находишься у меня в компании, мы тебя учим. А если ты находишься в статусе подсобника, ты зарабатываешь больше, чем ученик, но мы на тебя не тратим время вообще. Ты принеси, подай, все. То есть, такая история. Поэтому это целое, ну, вот, не в рамках подкаста слишком, думаю, не в рамках первого подкаста, это точно, ребят. Вот. Слушай, еще такой вопрос. Что, думаешь, будет с индустрией через пару-тройку лет? Все так же будет или нет? Ты же понимаешь, насколько вообще все шагнуло за последние три года, как ты думаешь, в твоей жизни? Первое, я думаю, уже на сегодняшний день изменилась целевая аудитория строительных компаний. Когда мы раньше искали заказчика, сейчас мы ищем только дизайнера и архитектора. Это наша целевая аудитория, потому что мы без проектов никто не работаем. Это первое. Второе. Мастера искали также заказчика, но теперь все больше мастеров переходит работать со строительными компаниями, потому что со стороны строительной компании есть очень хорошая мотивация с разных абсолютно сторон. Это может быть то, что он не снабжает объект материалами, сам мастер. Он не общается с заказчиком, с дизайнером и с архитектором. Но опять же, откат. Если говорить про общестроительные материалы, сейчас уже ушло то, что было раньше. Сейчас во главе у нас Мишустин. Нас все больше и больше прижимают. Раньше ты мог в товарный чек сделать, например. Ты и сейчас можешь сделать, но это намного сложнее. И все будет еще сложнее. То, что он получает агентское вознаграждение официальное, ему надо уже обязательно открыть ИП. Например, мы покупаем краску, да, и нам через месяц только приходит агентское вознаграждение за то, что мы купили краску. Как раньше, карайку подойти на рынке и сказать, дружище, давай мы тебе напишем, все равно это все сужается. Ну, пишет все равно чеки еще. Спокойно пишет. Но вот у нас компания… Ну, просто тут еще ситуация такая, что очень легко проверить в интернете. То есть у меня это вообще карается жутко. То есть если я поймаю кого-то из рпшников на воровстве, ну типа вообще жесть. Вот, то есть мы абсолютно по белому херачим, все. Вот, то есть мы не можем продать Ротбенд по 600 рублей кому-то, а кому-то по 400. Он может, как ты говоришь, зарабатывать там, я не знаю, не 150, а 200, работая с заказчиком, но у него нету времени на то, чтобы рекламировать свои услуги. Это тоже немало такой важный факт. Понимаешь, когда приходит мастер в компанию и происходят вот эти мотивационные штуки со стороны компании, то есть снабжает объект материалами, повторюсь, разговоры полностью уходят на руководителя проекта или руководителя направления, или на основателя. Когда ты за счет компании обучаешься, например, у Сергея Габченко, да, маляры обучаются, и компания за это платит. Когда они ездят, я не знаю, ковди по гипсовой лепнине техкарты покупают, и с ним еще встречаются вживую, и час могут проконсультироваться. Это тут у нас, понимаешь. Почему нет? Где ковди живет? Ну, приезжает сюда. Ну, приезжает в том числе сюда. Последний раз была большая встреча в Уфе, в Краснодаре, в Питере, в Сочи. Все равно люди близли, Сергей Габченко по всей сейчас стране катаются же, там встречаются. Люди просто не ходят некоторые, ну, забивают на это. Хотя это очень важно, потому что мы, опять же, только во время общения получаем какой-то опыт. Но это и к чему все. Когда ты находишься внутри компании, тебя банально основатели или РП с днем рождения поздравят, обеспечат быть на объекте. И это все занимает очень много времени. А это время, которое они тратят, это, к примеру, вот эти 50 тысяч. Тогда они получают так 200, а тут они получают 150. Опять же, якобы, потому что… Ну, я не соглашусь, кстати. Я имею в виду, что у меня в компании 100% нормальный мастер заработает больше, чем на свободном рынке. За счет чего? За счет постоянно того, что у нас есть работа. И у нас есть куча регламента, куча всего, да. То есть, ну, и мы постоянно в этом растем. То есть, мы сейчас еще дети, на мой взгляд. То есть, я знаю, как должно быть, как я вижу в своей голове, как бы, и понимаю, что мы еще вообще никто. Но когда я касаюсь кого-то, я вообще просто у меня в ужасе, просто у меня прям мурашки. Конечно. Но я полностью с тобой согласен. Если ты не согласен, ты не согласен с цифрами, но это пример. И мы еще сейчас понимаем, и ты, и я, что субподрядчики, которые сантехники, электрики, картонщики, маляры, они очень многие сейчас уже работают только со строительными компаниями. Во всяком случае, в Москве. Да. А мы, как строительная компания, это многие не понимают. Представьте, маляр 100 квадратов берет 400 тысяч в свой, например, за работу. Ну, это пример, цифра. Приходит подрядчик и говорит 550, Марк. И на моем месте многие отказывают ему. Но не нужно отказывать, нужно спросить, сколько сделает этот, а этот будет делать 4 месяца, а этот будет делать 2 месяца. И в итоге компания получает на 25% больше денег, отдавая сюда 550. Но это уже проверено. Но субподрядчик чем в плюс? У него основной руководитель направления тот же, свои инструменты, материал там подсчет, это все сделают. Карты какие-то, техзадания пропишут и выдают тебе результат за короткий срок. Это тоже нужно не упускать и понимать. И подытожить, если все, к чему мы идем, как ты говоришь, через 3-5 лет. Мое мнение, строители все-таки многие будут работать в строительных компаниях. Если мы про мастеров говорим. Целевая аудитория строительной компании – это дизайнеры и архитекторы. Потому что заказчик должен искать дизайнера и архитектора. И только потом дизайнер и архитектор придет к нам. И останется, ну во всяком случае, если брать маску. В любом случае будет сегмент. Я понимаю, что кто-то, вот у меня ребята некоторые, да, мы размышляем о том, чтобы уйти на сегмент ниже. Ну типа дать там тот сервис, которого там нет и не снилось. То есть за простые ремонты, скажем так, да. Мы сейчас не занимаемся таким вообще в принципе, да, то есть грубо говоря. Вот. Но будет такой сегмент в любом случае, где будет вот этот хаос, который у нас сейчас есть. Просто из-за клиента, из-за мышления клиента, из-за, ну там, не знаю, бедности, чего хочешь. Ну а, кстати, вот этот ремонт, там обои ламинатно-сужной. Да. Приносит нам больше денег всем в два раза. Ну вот. Ну я вот, допустим, мы думаем только про это, но мы там не работаем. И мы постоянно об этом думаем, почему я там не работаю. Вот. И тоже такая глубокая тема, почему я там не работаю. Я с Ушаковым хочу на эту тему поговорить. Почему мы не работаем, я отвечу, потому что мы позиционируем себя в Инстаграме, там, в Ютубе или на других площадках, как компания, которая занимается дизайнерским ремонтом. И, соответственно, сарафан, который идет, это эти социальные сети, это сарафаны радиообычные. Там не может работать компания, знаешь, почему? Потому что там клиент сегодня думает одно, завтра другое, а позиция, когда приходит в магазин, приносит вообще третье. И то есть здесь, ну, нормальный мастер просто психанет. Но если такому клиенту дать вот что-то вот такое, ну просто тут уже другое. Как рассказывал Серый Кодово, он говорит, когда мы делали бесплатный дизайн-проект, это было просто ад. Это был просто ад, тихий ужас. То есть как бы, когда дает человеку что-то бесплатно, лучше, чем за что он не платит, он, короче, садится на голову и, короче, начинает просто тупо клевать. Это же вот классика. И как вот это перебороть, я не знаю. Хотя, в принципе, все мы понимаем, что там вот такой рынок. То есть мы там боремся все за там 3-5 процентов, там, ну, грубо говоря, от рынка. А рынок там вот такой. Просто после 25-30 лет ты четко ценишь время. И получается, вот, ну, грубо говоря, наши там, многие ребята нас смотрят именно как раз таки вот в этом, вот-вот-вот 25-45. Да, вот где-то здесь. Да, мы спустя время понимаем, что время дороже денег. Изначально мы вообще работаем же ради денег, ну, побольше дороже, сто процентов. Да, и сто процентов я примусь в машину, себе квартиру, там, я не знаю, отдыхать. Я часто людям говорю, пацаны, вы здесь из-за чего? Мы там, из-за того, что нам нравится, пацаны, мы из-за бабок. Ну, то есть остальное вторично. Ну, чтобы этих бабок было больше, человек должен задумываться о времени, на мой взгляд. Когда я начал об этом задумываться, произошел как раз рост. Первое, что сэкономило время, делегирование. То есть ты четко должен понимать, что существует человек, который это должен сделать и сделает это лучше, чем ты. То есть на все есть всегда люди, которые профессионально в определенном, ну, узком пространстве. Ты понимаешь, да? То есть сейчас вот Андрей, например, да, нас снимает, и он оператор. Многие делают это сами. Ставят айфон, думают, что так будет дешевле. Но на самом деле эта съемка, которая взлетит, например, на Ютубе, принесет какой-то рекламный гонорар, к примеру, и окупит и работу Андрея, и еще ты на этом заработаешь. Это и есть делегирование. Поэтому есть руководители проектов, руководители направления, ассистент, оператор, ну, и, например, СММщик, таргетолог, ну, и бухгалтер-юрист. Что еще? Технодзор может быть. Ну, еще какая-то десятая функция. Вот эта компания строительная. Она появляется с современным. У меня вообще, у меня прям функции строительной компании, там, то есть я считаю, что это еще обязательно должен быть инструмент, это обязательно должен быть склад, это обязательно должен быть именно арендой инструмент для компании. Это опять же мое мнение, не все так работают, все по-своему. Второй инструмент планирования времени. А если мы говорим про делегирование, то мы говорим только про людей. И, конечно, есть абсолютно разные должности. Но суть в том, что когда вы начинаете делегировать, вы должны понимать, что вы выполняете 100% деятельности какой-то. Когда появляется человек, он не сделает 100% так же, как и вы. И это все должны понимать, согласись. Мы же как, почему первый шаг к делегированию самый страшный? Он испортит, он не сделает так, как я, и т.д. и т.п. Но когда я лично попробовал, и когда я обосрался, даже был суд, или когда не том написал руководитель проекта заказчику, я смотрю на это и думаю, ты вообще нормальный, нет? Как ты мог это написать? Ну, у меня это прям классика, ну, такое оно бывает. И обязательно каждому человеку нужно вот обосраться в прямом смысле этого слова, да? Понять это. И потом сделать вывод, что это не страшно было, что все решается. Все мы люди. Да. И со всеми можно всегда поговорить, в том числе и с заказчиком. Поэтому первый инструмент – это делегирование. Второй инструмент у меня был – это когда мы четко распределили прибыль. То есть мы сделали структуру, мы поняли, этот человек получает определенный процент. Без финансовой структуры невозможно всегда, говорю это на всех там выступлениях. Вот это у меня спрашивает, ребята, я спросил, что здесь финансовая структура есть, понимаете, как вы бабки делите? Все, как только начинает. Все, я сразу говорю, все, досид, все. То есть, ну, поговорим потом. То есть, либо я начинаю объяснять это долго, или просто, ну, все, чувак, тебе рано еще просто. Ты вот хороший мастер, тебе еще рано просто. И когда вы распределили четко прибыль, нужно еще понимать, кто и что делает конкретно за эту прибыль. То есть, прописать четкие правила и обязанности. Я знаешь, как я делал? Тоже самая струкция. Да, в свое время. К чему мы это пришли? Я с понедельника утра по воскресенье вечер в течение семи дней записывал все, что я делаю. Еду на объект полтора часа времени, разговариваю с заказчиками 30 минут, проверяю мастера, изучаю проект. И все это расписал в часах. И это то же самое сделал Станислав. И когда мы эти два листа взяли, это и есть 100% деятельность компании. Далее мы распределили, а кто это будет делать, а кто это будет делать. Это когда вы были вдвоем, да? То есть, когда вы сам шпаклю и сам танцую. И мы четко так, нам нужно разговаривать с клиентом, нам нужно проверять. Давай, предположим, это будет технодзор. Давай, вот он будет проверять. И просто раскидали все деятельности. А это ты где-то прочел, как это куда-то пришло вообще? То есть, что ли ты в это органически вырос? Органически. Вот ты просто задал себе вопрос, как понять, что делает компания и кто нам нужен, чтобы делегировать это кому-то. Задали себе вопрос. Ну, возьмем мы прораба, а что он будет делать? Некоторые же говорят, я хочу прораба, а они даже не знают, что будет делать прораб. Все. Да. И они такие, ну, ладно, сами поработаем, нормально. Сейчас еще чуть-чуть. Сейчас, 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 потом смотрят, а ему уже 60. Он такой, не успел. Расписали все, привязали к часам, я тебе больше скажу. И часы распределили в процентном соотношении. И появилась структура компании. Когда структуру компании сделали, поняли, что… Финансовая структура. Да. Она привязана к деньгам, к часам. А часы привязаны к деньгам, но в итоге. Ну, результат. Конечно. Равен, короче, количеству каких-то часов. То есть, ну, грубо говоря, переделены на это. Да. То есть, второе – это структура. Далее. Мы всегда задаем мне вот в Сочин… Сейчас еще я напишу поправку, чтобы просто, ну, люди понимали, что нет у нас сейчас в России таких работ, за которые платят по часам. Кроме носить и то, и то платят за результат. То есть, ну, грубо говоря, просто это режет сильно ухом. Но есть… Нужно четко понимать, что всегда так или иначе количество денег, которые есть, которые заработали вы в какую-то единицу времени, все равно так или иначе завязано к часам. Ну, то есть, к часам рабочим. То есть, это нужно четко понимать и уметь считать. Это уже другая компетенция, но это как бы очень важная штука. Далее очень классный вопрос, который экономит время. Ты задаешь себе это либо зачем, либо чтобы что, либо почему. Мой любимый пример с теми же саморезами. Руководитель проекта тот же, едет за саморезами в Леруа Мерлен, покупает там кофе, еще куриц, встретил кого-нибудь, потратил полтора часа времени. Но если бы изначально он просчитал, сколько стоит его час времени, он бы заказал курьера… Если бы у него были должностные инструкции. В том числе… То есть, если… Вот я почему говорю, что… Вот у нас они написаны, они есть, но они, знаешь, в каком формате? Они в формате презентации. Они в формате, вот я рассказываю людям, как оно должно быть, да, то есть там вот я всем кинул PDF-ки, да, эти, ну и где-то там они как-то… Мы сейчас идем к тому, что любой человек, приходя к нам в компанию, получает лист. Вот такой, ты куда пришел? Изпитательный срок. А на стороне с обрешения? Да, в любом случае. Здравствуйте, вы наш, вы заказчик наш? Да. Должен с инструкцией к заказчику. Однозначно, в смысле, да, зашли инструкции к заказчику, прям обязательно, чтобы он вообще понимал, в какую игру он играет-то с нами. Вот, то есть заказчики с ума прямо от этого сходят. Вот тоже стоит, точно так же. Я больше, я испытательный срок прошел, по окончанию испытательного срока ты получаешь, ты переходишь либо в ученики, либо ты переходишь вообще в руководители проекта, может, ты вообще мега крутой тип, у тебя вообще две недели был испытательный срок, такой тоже есть, вот. И дальше, дальше. Ну, чтобы что, зачем говорили про Лерой Мерлен и саморезы? Я, между прочим, работаю над собой, если кто-то не понимает, вот. Я работаю над собой, это я зрителям вообще говорю, а не тебе, чтобы они понимали, что я в подкастах буду больше слушать, но меньше говорить. Все, Марк – это просто исключение. Первый человек на подкасте, поэтому я перебиваю. Вообще я буду слушать. У него же первый подкаст. Да, у меня же первый подкаст. Вы не заметили по столу? Да. Здесь даже нет кружек со спонсором. Да, с тобой дал. Да. Вместо рекламное свободно. Вот. Итак, про время. Задать вопрос, чтобы что, зачем, почему, когда поедешь за саморезами. Ты изначально считаешь час своего времени, сколько он стоит, и когда ты понимаешь, что я поеду за саморезами, потрачу полтора часа времени, а в итоге, переведя на деньги, ты потеряешь определенную сумму денег, выгоднее всегда вызвать курьера. Почему? Представь, курьер съездил. Ну, ты это понимаешь же. Курьер съездил вместо тебя, ты отдал ему 500 рублей. Но ты в параллели, к примеру, написал пост в Instagram. Можно я скажу? Ты договорил? Видишь, я с... Нет? Ладно, молчу. Я просто сейчас забуду. Давай. Давай. Есть очень хорошая практика. Вы берете просто вот примерную сумму. Все знают, только не надо говорить 300 тысяч. Вот у меня это вообще больше всего. Безистое зарабатывает 300 тысяч. Это вообще просто. Ну, я уверен, это не так. Вы либо больше зарабатывать, либо гораздо значительно меньше. Вот. Мы берем просто сумму, и мы считаем, сколько мы зарабатываем в час, в минуту, в секунду. И мы четко понимаем, что за поездкой за саморезами, если мы поедем, это будет стоить нам вот столько. И вот если вдруг X2 перекрывает вам курьер, всегда занимайтесь курьером. Если зарабатываете меньше, то, конечно, едете за саморезами сами. То есть, вот это прям такая хорошая очень практика, не ездить за саморезами. И в идеале к этому же относится посчитать секунду своего времени и посмотреть входящее аудиосообщение по 5 минут, которые тебе присылают. Знаешь, 5 минут сообщения, ты такой думаешь, так, 5 умножить на 60 – это 300 секунд. 300, да? Да. 300 умножить на определенную сумму, которую ты зарабатываешь. Там, не знаю, 20 копеек, 30 копеек. Да не, не будут. И мы ввели правило, аудиосообщения запрещены более 30 секунд. Но у нас Андрей пошел дальше и записывает 2 или 3 по 30. И теперь не более 2. Следующее… Это хорошее правило, потому что это просто жесть. Ну аудио, потому что… Ладно, X2 придумали. И он теперь… Ну минуту же можно. Ну кто-то любит писать. У меня был чувак, который вот любитель писать вот так. Тут-ду-ду-ду-ду, тут-ду-ду-ду. Но это намного лучше. Ну писать, да, намного лучше. Ты в чатах можешь с помощью поиска найти определенные вещи. Когда заказчик говорит, я этого не говорил. Кстати, вот Telegram минус, он удаляет сообщения. Вот это единственное, что меня бесит в Telegram. Вот это просто я… Если бы они вот это сделали, это было бы идеально. Я не знаю, зачем они это сделали. Ну что за херня? Как можно удалить? Ну как бы мы… Я не понимаю просто зачем. Я не знаю, надо позвонить Паше, Паша. Здесь сейчас будет ремарка, ну кто такой Паш? Да. Многие просто не знают. Как ты пережил глюк Инстаграму в 8 часов? Рассказываю. Тебе интересно? Да. Смотри. Короче, представь себе ситуацию. Я особо не языковед. Вот. И я в этот момент летел с Украины через Варшаву. В Варшаве пересадка 25 часов, что-то такое. Вот. В Москву. И я делаю пост в Инстаграме. Прям в самолете. Я уже сел. Так и так. Типа, я буду в Варшаве. Давайте потусим с кем-нибудь. У меня шенген, короче. Кови-вак, прививки. Короче, я могу выйти. Вот. И получается, я говорю, окей, все хорошо. Вот. И тут же мне чувак один пишет, второй. Короче, все, мы тебя встретим. Короче, лето поля. Все, в Варшаве ништяк. Все, огонь. Хорошо. Все, я себе спокойненько, короче, слушаю аудиокнигу. Долетаю до Варшавы. Выхожу. Мне все работает, кроме Инстаграма. Я, короче, еще не пошел к, как это, тамошная зона. Что-то пытаюсь, смотрю, то, все. И потом, короче, в новостях в телеге я вижу, что, короче, ну, не работает WhatsApp. А еще WhatsApp не работал. WhatsApp и, ну, этот самый какого. И упал Инстаграм. А я думал, что просто у меня что-то с интернетом не то, непонятно, что вроде все работает, а не работает. И, короче, понимаю, что я сейчас, я вся связь была в Инстаграме с этими типами какими-то, вот, мифическими. Я выхожу, понимаю, что нет никого. И я, если честно, я секунду подумал, на букинге, короче, взял, снял отель и поехал на, как его, Uber туда. Пока я, в общем, приехал, все нормально. Хожу вокруг дома, смотрю, но нету там этого отеля. Думаю, блин, да елки-палки, короче, такая. А я уже все бабки заплатила, не списали, все нормально. Хожу, хожу и понимаю, что, короче, ну, это не отель. Я снял, ну, я снял просто квартиру. Кому звонить, писать, хер его знает, короче. Все, и тут я, короче, слышу русский говор. Нива просто проходит. А я уже три раза прошел вокруг дома, понимаю, что, ну, короче, все, русский говор проходит. Я, о, пацаны, пацаны, подождите. Короче, такая тема. Рассказываем это все фигню. Говорю, вот, типа, номер телефона, давайте позвоним туда. Я пытаюсь написать сообщение. Взял себе два языка, какого, ну, один, второй, что там у них за язык, не помню, короче, вот. И пытаюсь написать сообщение, то есть, ну, через пыльшечки вижу, они идут, короче. И я говорю, так и так, давайте посвятим. Они начинают говорить. Говорят, 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 типа, объясняют ситуацию, что вот, там, типа, какой-то человек приехал туда-сюда, ну, это, и чувак мне начинает говорить, типа, да, нормально, короче, сейчас все будет. И раз, и он начинает по-русски говорить по телефону. Короче, такая, она понимает, короче, все нормально. Я такой, о, здрасте, ля-ля-ля-ля, и все. И, в общем, я с кайфом, получается, она мне говорит, куда пойти, то есть, а уже вечер, я прогулялся офигенно по Варшаве, снял кучу контента, который еще не выложил, кстати, прям хороший, такие, сам с собой подумал очень много. И, кстати, у меня тогда был прям мега-инсайт после Украины. Я писал внутреннюю, опять же, финансовую структуру, то есть, мы постоянно ее допиливаем, вот, именно себестоимости. И я прям много чего сделал, написал, я прям кайфанул максимально все. А утром, когда все лагало, за мной уже приехали чуваки, мы поехали еще по объектам покатались, и я спокойно прилетел. В общем, такая история. В общем, я пережил отлично. Круто, а у меня появился TikTok и YouTube, когда залагал Instagram, потому что, ну, кто не знает WhatsApp, Facebook и Instagram, это Facebook, одно и тоже. И поэтому не надо класть все яйца в одну корзину. И когда появился, у меня сразу, знаешь, 45 моих знакомых смотрю, появились в Telegram, я ему пишу, а, ну что, доросли, короче, сосунки. В общем, я всех троллил, кто, короче, в этот день появлялся, короче, в телеге, я всех просто троллил. Возвращаясь ко времени, наверное, последний пункт, скажу, их на самом деле много, но если про важные говорить, то это техкарты. Техкарты – это, кто не понимает, как сделать, как проверить, какой инструмент купить. Как должно быть, а, давай вот так, как должно быть, а что, как сделать, прямо это слишком. То есть, как должно быть, вот как должно выглядеть это техкарта, в моем понимании. Я опять перебиваю, зрители. Да, там четвертый пункт у меня был просто последний. Ладно, давай, ну, в общем, техкарта. А ты думал 12. Да. Последний пункт. Ну, не как сделать. Как сделать? Ну, как сделать? Ты представляешь себе техкарту, в которой написано, как сделать? Представляю. Я тебе могу ее показать. Я тебе тоже могу показать много техкарт. Я видел тебя. И как бы, ну, там же никак сделать. Это то же самое. Мы же простым языком говорим. У тебя инструкция. Да, для мастера. Как должно выглядеть, но это по этой техкарте не мастер не сделает. Это уже техзадание. Чем отличается техзадание? Здесь Фрэнки должен сидеть. Я понял. С тобой, да, мой друг Фрэнки. Он будет тут сидеть тоже. Мы начинаем с техкарт. Смотри, техкарта. Это обобщенный план. Я полностью с тобой согласен, что ты не можешь по этой техкарте четко вот эти профиля поставить, которые сейчас на фоне нас находятся. Ну, опять же, стоп, ну, техкарта в нашем с тобой понимании. Мы примерно на одной волне, с одним пониманием. Там все, что происходит. Многие люди вообще не понимают, что мы сейчас говорим. Что такое техкарта? Вы начинаете делать вот этот каркас. Начнем с базовых вещей. Давай открываем техкарту. Да. Здесь написано шаг профиля. Какой должен использоваться профиль. Какие дюбеля, какие саморезы. Как это сделать. Как это сделать. Вот к тому приходим. На секундочку. Это, может, написано на сайте канал. Хорошо. Техкарта, как мы делали и как я делал первые техкарты, это было года полтора назад. Я посмотрел первые 3-4 ролика на ютубе по штукатурке, если говорить про штукатурку. Посмотрел канал Фродбунд, посмотрел Гойлдбунд, посмотрел по 75 техкарту. Поговорил с технологами, поговорил с преподавателями, кто там обучает людей, как штукатурить. Обсудил с мастерами. И все вот это я объединил в техкарту, которая у меня есть. Ну, а ты уверен, что ты эксперт на это сделал? Нет. Ну, то есть это, соответственно, не может быть. Но это привязано. Как ты это видишь? В этом весь интим. Я считаю, что техкарта, это то, как видит компания, как должно быть сделано на ее объекте. Ну, то есть по факту, да? То есть какой-то такой документ. Но обязательно я привязался к SP и ГОСТам, чтобы это не противоречило этому. А почему я, ты спросил, не уверен ли, но у нас все, сам понимаешь. Мы не можем быть на 100% уверены в чем-то, к сожалению. Потому что у нас некоторые SP 88-го года, что поменялось в 2007-м, спустя там 20-30 лет, запятая. Но, к сожалению, Беларусь далеко ушла уже в нормативных документах, чем Россия. Опять же, к сожалению. Почему не как сделать? Почему что? Почему не как сделать? Не как сделать? Ну, просто я считаю, это гораздо глубже. То есть когда мы начали как делать, мы, короче, заблудились. Ну, то есть мы просто в бред не ушли. Просто в такие глубокие, что просто нереально. Это опять же проблема понимания, да, грубо говоря. Это как, ну, то есть мы приняли для себя решение, что мы всегда показываем, как мы не принимаем. То есть в каждой техкарте есть, короче, как должно быть. Все убрали там в конце летополя, все показали. И дальше, как мы не принимаем. То есть чтобы это было наглядным пониманием между мастером, руководителем проекта, именно мастером и руководителем проекта. Между ними еще стоит руководитель направления. И клиентом. Чтобы клиент, чтобы РП мог спокойно показать клиенту. Клиент видит, ага, вот так, вот так, вот так, вот так. Окей, да, значит, наверное, вот так должно быть. И у мастера, чтобы не было вопросов. То есть когда приходит штукатур, и у него в подрозетниках не поставлены колбы, чья проблема? Чья это проблема? Чья зона ответственности это? Электрики. Естественно. То есть, ну, если РП ему заплатил, а в техкарте написано, что закончено. РП виноват? Конечно. Закончено. То есть всегда есть, кто виноват, в этом и кайф. То есть это больше инструмент контроля внутри бригады. Но нельзя дать техкарту человеку, который пришел с улицы, и он типа сделает. Чтобы было так, чтобы было вот так. Вот как бы вот в этом идеальном мире, который многие думают, что у нас идеальный мир. Сейчас возьму камеру, пройдемся по объектам, и вы поймете, что не совсем он идеален, он такой же, как у всех. Будет, не будет. То есть не будет идеально. То есть, но это отлично. То есть нельзя взять человека, еще раз говорю, с улицы, которому ты просто дал техкарты молча. Вот типа вот теперь ты штукатур, у тебя есть техкарта. Нет. Я тебе скажу больше, мастера их не читают у меня вообще, от слова совсем. И когда руководитель проекта приходит, они вместе открывают перед работой, прочитали, закрепили и начали. То есть напоминают. Ну да, это, знаешь, это решение проблем. То есть это решение спорных проблем. То есть я почему говорю, грубо говоря. Или если, ну грубо говоря, вот что-то здесь, допустим, нет, и мы понимаем, если, во-первых, если ты принял следующий этап, ну как бы твои как бы трудности, то есть если ты замазал подрозетники, если ты замазал подрозетники, конечно, будет решать РП или это поля, но ты должен все сделать для того, чтобы как бы, ну это одна, один из пунктов у меня в этих самых, быть экологичным и думать о руководителе других направлений. То есть, грубо говоря, то есть тут уже будет к тебе большой-большой вопрос. То есть как бы там, ну там есть эти кофтицы, в конце-то вовлеченности и прочее, за что можно как бы наказывать именно деньгами. Потому что я отказался, кстати, в компании от штрафов. То есть мы вначале что-то пытались, потом я понял, что нет. То есть мы просто можем лишить бонуса. Множки по штрафу у нас нет. То есть либо нахер. То есть, ну не так, нет такого, что вот сегодня ты побухал, мы тебе сегодня вот чуть-чуть, тебя вот 5000, короче, взяли, короче, ты хочешь купил, потом еще, да, 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 потом еще, то есть нет, не так. То есть, ну, грубо говоря, вот ты либо с нами, либо нет, и все. Нафиг, какие штрафы. То есть, ну, штраф работает один-два раза, а дальше все равно, ну ты, бесполезная история. То есть на данный момент у нас нет штрафов. У нас есть просто лишение каких-то премий. Я понял. И, кстати, относится это только к руководящим должностям. То есть всем теми, кто, с кем мы делим маржу. К мастерам это не относится. То есть я мастера даже не могу оштрафовать. Ну, то есть не могу его лишить чего-то. То есть его лишают его же, короче, компаньоны. Ну, это такая штука. Тебя карта у меня из четырех пунктов. Из четырех пунктов? Да. Я их подытожу. Как сделать все-таки? Какой инструмент? Какой материал? И как проверить? То есть как раз как проверить? У меня есть чек-листы четкие. Когда руководитель проекта принимает работу. Вот с чего она состоит. Там еще может быть метод расчета, еще могут быть нормативные документы, и еще может быть тайминг. Это в идеале. Тайминг вообще в идеале. Супер в идеале. То есть я мечтаю, чтобы было вот это вот мастер Excel, который, короче, скажет мне, сколько времени мы потратили на объект. Это вот просто вот прям мечта. Чтобы мы сказали, мы электрику делали 426 часов. Это мы делали столько, это мы делали столько. Мы к этому идем, мы уже близки. Я очень много могу сказать именно по времени. Потому что мы начали считать именно время. Трудо-время. Но считают это именно люди, которые не РП, не руководитель направления. Это считают только, короче, у нас линейный работник. Ну, то есть линейный сотрудник. Вот, как-то так. Слушай, ну, по-моему, нормально. Достаточно или продолжим? Они, говорит, достаточно. Что? Вторая часть интересная. Вторая часть интересная. Первая часть интересная. Первая часть интересная. Ну, хорошо, выкинем по-моему. Все, что Андрей скажет, мы выкинем. Так что, если вы что-то сейчас не увидели, знайте, это Андрей. Вот. Ну, в общем, такой был этот подкаст. На этом подкасте мы строим разговор. Оставайтесь с нами. С нами был... Было интересен вам, Марк, или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста. И где его найти, знает Андрей. Напишите Андрею. Вот. Ну, и в целом, пишите, кого нам еще позвать. И вообще нравится формат или нет. Мы говорим на стройке о стройке. И не только о стройке. Мы много, кстати, будем говорить, я уверена, о психологии в этом подкасте. По-любому. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока-пока. Подожди, смотри. Всем пока.